Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. Так получилось, что в этом году 8 марта совпадает с началом масленичной недели. И сегодня предлагаю салат Компромисс, который отлично подойдет к обоим из этих праздников. Он очень вкусный и выглядит по-весеннему нарядно. За основу взят всем известный салат Шарлотка. Разумеется, что так можно оформить любой любимый ваш салатик. Список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Очищенный вареный картофель режу некрупными кубиками. Каждую крабовую палочку разрезаю вдоль и режу также наподобие кубиков. Все складываю в одну миску. Таким же образом режу вареные яйца и отправляю в миску. Вареную морковь можно порезать мелкими кубиками, но я предпочитаю тереть на крупной терке. Добавляю консервированную кукурузу, слив лишнюю жидкость, и резанные кубиками маринованные огурцы. Я использую заготовку, которую делаю на зиму. Ссылку я оставлю под видео. Режу зеленый лук и немного петрушки с укропом. Количество зелени берите на свое усмотрение. Добавляю домашний майонез без яиц. Ссылку на его рецепт оставлю также под видео. В майонез я добавила немного тертого чеснока и соль с расчетом сразу на весь салат. Размешиваю. Все, салатик готов. Его можно кушать и так, но я оформлю. Возьму любой творожный сыр, подойдет даже домашний. Рецепт на него также оставлю под видео. Добавляю хрен со свеклой и размешиваю. Далее понадобятся блинчики, приготовленные по любому рецепту. У меня обычные, сделанные на кефире, не тонкие. Рецепт также смотрите по ссылке. Каждый блинчик смазываю сырной массой. Толщину слоя делайте на свое усмотрение. Затем сворачиваю плотным рулетиком. Таким же образом начиняю все блины. Разрезаю каждую трубочку пополам. Кстати, края я не использую, они не очень красивые, но если хотите, можете использовать. Ну и далее каждую половинку разрезаю еще на 4 части, так, чтобы получились кусочки толщиной примерно сантиметр-полтора. По мере необходимости нож протираю салфеткой. Если при разрезании кружочки у вас немного примялись, ничего страшного, их можно подкатать пальцем и округлить. Миску я выстелила пищевой пленкой и теперь укладываю рулетики, покрывая дно и бока. Кстати, для такого салатика обычно уходит 6-8 блинчиков диаметром 20-21 сантиметр. Ну вот, что получается. И теперь я сверху блинов укладываю салат. Его нужно утрамбовывать, чтобы он потом хорошо сохранял свою форму. Таким образом заполняю весь объем и сверху выкладываю один блинчик. Хорошо прижимаю руками. Накрою пленкой или фольгой и отправлю в холодильник часа на два. Затем достаю, накрываю миску блюдом, аккуратно переворачиваю и остается только убрать миску вместе с пленкой. В принципе, салат и так неплохо смотрится, но я еще в середину каждого рулетика вставлю зернышко кукурузы. Можно еще взять какие-нибудь красные замороженные ягоды. Еще немного кукурузы разложу по бокам и немного освежу салат зеленью. Ну вот такой нарядный получается салатик, который безусловно украсит любой праздник. Но я думаю, он особенно подходит к застолью на 8 марта и масленицу. Кстати, в следующем видео смотрите десерт в виде рулета, который также подойдет к обоим праздникам. Если вам понравился сегодняшний салат, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Подписывайтесь на мой канал Есть-Поесть и смотрите еще больше рецептов к праздничному и повседневному столу. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.